Территория вокруг Лазаревского центрального рынка после сноса уже более полутора лет в неприглядном виде. Ситуация такая сложилась из-за судебных тяжб между собственниками объекта. Глава города поручил разработать концепцию благоустройства, прилегающей к торговому центру территории. К предстоящему курортному сезону там должна появиться парковая зона и стоянка для посетителей. За счет собственников в порядок должны привести фасад здания. Второй вопрос. Лазаревские очистные. Они самые старые на курорте. Летом работают на пределе своих возможностей. При этом поселок активно продолжает развиваться. Строятся новые отели, жилые дома. Объекту требуется реконструкция. Данные очистных сооружений были построены и введены в 1981 году. Производительность данных очистных сооружений 17,7 тысяч кубов в сутки. Ну и показывает практика, что данных очистных сооружений не хватает даже для поселка Лазаревский. Не говоря уже о том, что ближе к лежащим поселкам. На сегодняшний день это одна из самых старых войска на территории города. Мы понимаем, что в летний период мощности не хватает. Что нужно сделать, чтобы увеличить мощность? Понятно, что нужно расширение и реконструкция данных очистных сооружений хотя бы до 35 тысяч. Для того, чтобы позволить ближайшим поселкам это Слоняки, Волконка и Зубова щель подключиться к данным очистным сооружениям после реконструкции и само развитие поселка Лазаревского. Вы понимаете, как это сделать? Мы понимаем чисто с технологической точки зрения. Нужен источник финансирования. Готовьте документы, будем разговаривать. Глава города во время рабочего визита провел также прием местных жителей. Вопросы, с которыми они обращались к мэру, в основном касались жилищно-коммунального хозяйства, строительства незаконных объектов и проблем с оформлением земельных участков. Вскратце, если это по закону.